Терроризм перестал быть абстрактным явлением, о котором говорят в вечерних новостях. Сегодня любой человек, вне зависимости от того, где он живёт, может погибнуть от взрыва коктейля Молотова или заминированного автомобиля. Инженеры разрабатывают, создают и используют новые технологии, чтобы сделать наш быстро меняющийся мир более безопасным. В авангарде строительство. Антитеррористические технологии. Чтобы бороться с террором, надо знать, кто твой враг. Нужно уметь предугадывать очередной коварный удар. Каждое событие меняет наше представление о защите людей. Это как игра в шахматы. После каждого их хода мы должны делать ответный ход. Мы должны нейтрализовать каждое действие террористов. Должны думать о том, как защитить людей, находящихся в здании. Стекло часто применяется в современной архитектуре, но террористы используют его в качестве орудия. Большинство людей гибнет и получает ранения от последствий взрыва. Стекло – хороший строительный материал. Оно привлекательно в эстетическом отношении, недорого, делает здание красивым. Сложность в том, что никто не знает, как от него защититься. А для террориста – это дополнительное средство поражения. Благодаря стеклу количество жертв при взрыве одной бомбы значительно возрастает. Этот эксперимент демонстрирует воздействие взрыва на обычное стекло. Необработанное специально стекло разлетается на миллионы смертоносных осколков. Проблему может решить полиэфирный слоистый пластик. Это довольно распространенный материал. Тончайшие слои пластика наносятся на стеклянное окно. Когда ударная волна достигает покрытого пластиком стекла, энергия распределяется по всей площади окна. Слоистый пластик помогает сделать здание более взрывоустойчивым. В этом можно убедиться, наблюдая за воздействием на окно взрывной волны. Замедленная съемка показывает, что обработанное таким образом стекло поглощает энергию взрыва. Окно, которое могло бы стать шквалом прозрачной шрапнели, пластик превращает в защитный занавес. Мы можем нейтрализовать взрыв бомбы весом в тонну. Можем уберечь людей от пуль, летящих со скоростью 300 метров в секунду. Такое защитное стекло снижает поражающую способность пуль. Снайпер Стив Кэшем заряжает свою 9-миллиметровую беретту патронами, пули которых имеют полую головную часть. В тире канадского города Оттавы испытывают стекло, покрытое слоистым пластиком. Стив стреляет в обычное стекло и стекло, обработанное слоисто-пластиком. Для манекена, стоящего за обычным стеклом, это последний эксперимент. Внимание, даю разрешение на стрельбу. Пуля пробивает обычное стекло и достигает цели. Чтобы увидеть, как ведет себя стекло, покрытое пластиком, помещение заполняют дымом. Высокоскоростная камера фиксирует следы пуль. Внимание, стрельбу разрешаю. Замедленное воспроизведение позволяет оценить защитную силу стекла, покрытого слоистым пластиком, и показать, как оно себя ведет. Стекло настолько прочное, что пули разлетаются на куски, которые смешиваются со стеклянной пылью. В зависимости от уровня угрозы, стекло можно сделать еще прочнее, добавив несколько слоев пластика. Следующее испытание — стрельба по нанесенным на стекло меткам. Инженеры настолько уверены в прочности стекла, покрытого слоистым пластиком, что установили камеру на линии огня. Пули или отскакивают, или застревают в обработанном стекле. Оно выдерживает и повторную атаку. Стекло, покрытое слоистым пластиком, — относительно дешевое и эффективное средство защиты. Заказы на этот материал поступают со всего мира. Многослойный пластик защищает от атак террористов, но его можно использовать и для контратак. Допустим, террорист стреляет. Это пуля 9-миллиметрового калибра. Она ударяется в стекло. Мы ее остановим, потому что с обратной стороны стекла находится наш материал. Но если вы охранник или полицейский, находитесь внутри и видите это, вы можете выхватить свое оружие, прицелиться и выстрелить. Ваша пуля пройдет сквозь пластик и поразит террориста. Вот как это действует. Пуля попадает в стекло, которое замедляет ее скорость, а пластик рассеивает энергию пули и задерживает ее. Но если выстрелить изнутри, пуля пройдет сквозь пластик, как нож через ткань. Иногда самое простое оружие может причинить самый большой ущерб, особенно если речь идет об обычном стекле. В случае демонстрации, акций гражданского неповиновения, вызванных политическими или экономическими причинами, в окна нередко бросают зажигательные бомбы. Коктейль Молотова может вызвать сильнейший пожар. Необработанное стекло не защитит от зажигательной бомбы. Но стеклу, покрытому слоистым пластиком, коктейль Молотова не страшен. Осколки стекла не единственная угроза. Самое эффективное оружие террористов трудно обнаружить и почти невозможно нейтрализовать. Начиненный взрывчаткой автомобиль. Далее вы увидите, как защитить здание снаружи и изнутри. Животные олимпийцы. Спринт. За свои 200 километров в час Сапсан легко берет золотую медаль за скорость. Но в горизонтальном полете его перегонят даже голуби. Секрет преимущества Сапсана кроется в ловком использовании силы тяготения. Поднявшись на милю над землей, Сапсан начинает пикирование. Сложив крылья, он принимает идеальную с точки зрения аэродинамики форму. От такой атаки не отобьешься. Заминированный автомобиль – традиционное оружие террористов. Использовавшееся сначала против военных, оно стало эффективным средством убийства большого количества людей. Обычные здания не могут защитить людей от начиненной взрывчаткой легковой машины или грузовика. Даже взрыв небольшого количества спрятанной в машине пластиковой взрывчатки Си-4 вызывает тяжелые последствия. Как видите, она мягкая и способна принимать любую форму. Это взрывчатое вещество приводится в действие обычным детонатором. К счастью, в большинстве стран взрывчатое вещество типа Си-4 найти достаточно сложно. А это – нет. Это обычное удобрение – нитрат аммония, и он намного опасней. При добавлении жидкого горючего вещества он превращается в бомбу. Эта смесь давно используется в горнодобывающей промышленности в качестве взрывчатого вещества. 40 мешков, погруженных в фургон, могут уничтожить целое здание. Автомобиль можно незаметно припарковать. Не обязательно использовать смертника. Террорист может спокойно отойти от машины, и через несколько секунд произойдет катастрофа. Вот что случилось во время первой террористической атаки на Всемирный торговый центр. 26 февраля 1993 года на подземной автостоянке Северной башни взорвалась бомба, спрятанная в грузовике. Погибли шесть человек, ранения получили тысячи. Это было первое предупреждение инженерам, и оно заставило их искать новые способы защиты зданий, от фундамента до вершины. Эта анимация показывает, какие разрушения причиняет бомба, взорванная в подвале небоскреба. Взрыв пробивает пол, убивает и тяжело ранит всех, кто находится наверху. Инженеры предложили способ сдерживания будущих взрывов. Мы покрыли плиту углеродным волокном, укрепили верхнюю часть плиты. При взрыве она деформируется, коробится, но не разрушается. Людей, находящихся в зоне взрыва, не отбрасывает в сторону, и мебель остается на месте. Люди не получают ранения. Но 11 сентября 2001 года вторая атака на Всемирный торговый центр выявила еще одну уязвимость и изменила представление инженеров о безопасности. Спустя годы после этого нападения инженеры обнаруживают новую информацию о случившемся. Огонь – действенное оружие. Когда взрывом выбивает окна и срывает с металлических конструкций огнестойкое покрытие, начинается губительная цепная реакция. Подпитываемый кислородом огонь может уничтожить здание за час. Это один из многих уроков, вынесенных из событий 11 сентября. Расследование поручили известной компании Вайдлингер и компаньоны, специализирующиеся на инженерной экспертизе. Расследование показало, что обрушение башен стало следствием ударов и воздействия огня на колонны, огнеупорное покрытие которых было сорвано врезавшимися в башни самолетами. С помощью видеоматериала и новейшей военной компьютерной программы «Наджиб Абут» и его коллеги воссоздали все подробности атаки на Всемирный торговый центр. Некоторые кадры показываются впервые и определили количество разрушительной энергии, образовавшейся при столкновении самолетов со зданиями. После того, как самолеты врезались в башни и начался пожар, стало ясно, что обрушение неизбежно. Чтобы понять, что произошло с башнями, инженеры проанализировали их конструкцию. Сердцевина здания состояла из 47 колонн обычной конструкции. Обычной, если не считать их уникальной длины, в 110 этажей. Периметр образовывали огромные колонны. Венчала каждую башню мощная висячая ферма. Она соединяла сердцевину с периметром и таким образом скрепляла всю конструкцию. Эта новая реконструкция показывает, что произошло, когда первый самолет врезался в Северную башню. Тысячи его обломков повредили опорные колонны, но, что еще более важно, сорвали огнезащитное покрытие. Врезавшись в здание, самолет начинает разваливаться. Поток обломков несется к центральной части здания и повреждает противопожарную изоляцию колонн, которые уцелели при ударе. Второй самолет таранит Южную башню под другим углом на скорости более 800 км в час. Эта анимация поражает. Самолет разваливается на множество смертоносных обломков. Здесь разрушения более серьезные, чем в Северной башне. Разница в том, что этот самолет врезается в юго-восточный угол башни. Здание можно сравнить со столом на четырех ножках, потерявшим устойчивость. Лишившись ключевого элемента конструкции, Южная башня упадет первой. На каждом самолете было по 30 тонн топлива. Часть его сгорела при столкновении, остальное разлилось по этажам и шахтам лифтов. Противопожарная изоляция, которая могла бы защитить атаку, атаку, которая была уничтожена. Если бы противопожарная изоляция сохранилась, башни, скорее всего, устояли бы, даже после сильнейшего пожара. Компьютерная анимация, наложенная на реальное видео, показывает последние секунды Южной башни. Температура в зоне огня достигала тысячи градусов. Колонны теряли прочность и, наконец, не выдержали. Верхние этажи рухнули на нижние. Затем падает вершина здания. Сила тяжести берет свое. Все, что находится в башнях, падает вниз. Некоторые люди задавали вопрос, могли ли башни упасть в сторону. Для зданий такой высоты это невозможно. Сила тяжести исключает такую возможность. Но от здания летят обломки. Этот вопрос представляет интерес для служб спасения. Они должны знать, на каком расстоянии они могут находиться от здания, которое может рухнуть. Со временем обрушения башен-близнецов прошло несколько лет. Но расследование этого происшествия продолжается. Огонь – это убийца. Расследование показало, что необходимо строить такие здания, конструкция которых обеспечивала бы безопасную эвакуацию в случае пожара. Представьте себе город, погрузившийся во тьму. Ни света, ни отопления, ни воды. Ужасный сценарий. Атака террористов на городскую систему электроснабжения может иметь катастрофические последствия. Одной из первых целей могут стать электротрансформаторы. Сегодня испытывают систему «Файфлекс» – более эффективное средство борьбы с огнем. Вот почему специалисты из Канадской исследовательской лаборатории пожарной безопасности в Оттаве испытывают новые системы пожаротушения. Они готовятся поджечь трансформатор, чтобы испытать огнегасящую пену. Это детище Джорджа Крэмптона, наблюдающего за экспериментом. Они имеют дело с огнеопасными материалами. Когда горят 16 тысяч галлонов масла и трансформатор, можно говорить об очень опасной ситуации и ее быстром развитии. Трансформаторы используют в системах электроснабжения. Для изоляции применяют масло. Оно действует как радиатор автомобиля и предохраняет трансформатор от перегрева. В бочке этого трансформатора содержится почти 2,5 тысячи литров минерального масла. Большому трансформатору может потребоваться 100 тысяч литров масла. Поддон заливают дополнительное масло. Майк, закрывай экран. Поддоны вокруг трансформатора также заполнены маслом. Небольшое количество бензина ускоряет процесс. Пять, четыре, три, два, один. Зажигай. Нагревшись до температуры 75 градусов, масло переливается через край и стекает вниз. За несколько секунд температура поднимается до 1000 градусов и генерирует 12 миллионов ватт, в 50 раз больше обычной мощности. Как правило, тушение такого очага огня занимает 20 минут и требует 40 тысяч литров воды. Новая система обрабатывает трансформатор концентрированной пеной, смешанной с воздухом и водой и похожей на крем для бритья. Для изготовления необходимого количества специальной пены воды ушло гораздо меньше, чем потребовалось бы в данном случае обычным средством пожаротушения. Чтобы потушить это пламя, новая система использует в 100 раз меньше воды, чем обычные средства тушения пожара. Хотя это оборудование экспериментальное, исследователи надеются, что оно станет важной частью энергетической системы. Все прошло хорошо. Тушение огня заняло минуту и 29 секунд. Осталось большое количество масла. Его много стекло сверху. Сейчас систему выключат. Выключай систему. Система выключена. И мы перейдем к режиму чистки. Когда пена подсохнет, ее можно будет собрать обычным пылесосом. Одна из самых страшных катастроф в Америке послужила толчком для создания новых зданий, защищенных от терактов. Заграждения нового типа останавливают мчащиеся автомобили. Найроби, Кенея. Аугуст 7, 1998. 220 мертвы. 4000 мертвы. Субтитры создавал DimaTorzok Если бы в Манхэттене плотность населения была такой же, как на Аляске... В нем проживало бы только 25 человек. Задумайся. Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы бороться с огнём, нужно знать, как он убивает. 5, 4, 3, 2, 1. Огонь поглотит эту комнату менее чем за 2,5 минуты. Глядя на горячий диван, вы увидите слой горячего газа, который поднимается к потолку, а холодный воздух, питающий огонь, поступает в комнату снизу. Температура около 400 градусов. Огонь продолжает полыхать. Образуется всё больше сажи, и светло-серый слой дыма становится чёрным. Это значит, что слой дыма всё больше насыщается горючими частицами. Когда верхний слой нагреется до 600 градусов, он воспламенится. Температура будет такой высокой, что огонь охватит всю комнату. Две двадцать пять. Это происходит быстрее, чем можно было предположить. Вот почему люди оказываются в ловушках в горящих зданиях. На более высоких этажах дым опаснее огня. Эту проблему решают канадские инженеры из фирмы по моделированию условий эксплуатации. Их цель – обуздание огня и рассеивание смертоносного дыма. С помощью компьютерного моделирования инженер Рэй Синклер создаёт виртуальный пожар. Видно, как быстро дым распространяется по зданию. Рэй ищет безопасный способ эвакуации людей из здания. У них должно быть достаточно времени, должен быть выбор пути к спасительному выходу. Но главное, они должны видеть, где находится выход, чтобы как можно быстрее оказаться в безопасности. Когда смертоносный дым заполняет верхнюю часть здания, быстрая эвакуация становится почти невозможной. Необходима система, подающая в здание свежий воздух и удаляющая дым. Серое облако показывает, как дым распространяется внутри здания. Это самая задымленная и опасная часть здания. Моделирование подсказывает нам решение. Вентиляционная система, отмеченная на схеме прямоугольником, вытягивает дым из здания. Количество дыма уменьшается. У людей появляется больше времени на то, чтобы покинуть здание. Эту вентиляционную систему установят во многих новых сооружениях. Это может стать следующим рубежом. На первый взгляд, это обычное здание из стали и стекла. Но так только кажется. Но это сооружение способно выдерживать атаки террористов и оснащено специальной защитой, которая делает его неразрушимым. На то время это был самый крупный теракт в истории США. Оклахома-Сити. 19 апреля 1995 года. Мощная бомба из удобрения и горючего уничтожила федеральное здание и превратила центр города в зону боевых действий. 168 погибших, 759 раненых. Сегодня это священное место. Каждый стул символизирует жертву. Дань памяти погибшим. В двух кварталах от этого места возводят совсем другое здание. Здание с технологической защитой, которому не страшны террористические атаки. Но прежде чем начать строительство, нужно было понять, почему обрушилось здание в Оклахома-Сити. Обрушение здания обусловила его конструкция. Один этаж упал на другой. Колонны внизу не выдержали, и сооружение рухнуло. Наша технология уменьшает эффект так называемого прогрессирующего разрушения. Анимация показывает, как взрыв разрушает колонну и вызывает цепную реакцию. Одно из решений — усовершенствовать колонны, сделать их прочнее. Чтобы они поглощали силу взрыва. Чтобы масштаб разрушений был меньше. Чтобы у людей было время покинуть здание. Перед проектировщиками нового здания стояли две главные задачи. Сверхбезопасность и удобство. Приходится выбирать. Можно построить бункер или бетонную коробку с укреплением конструкции через каждые два сантиметра. Можно построить более прочное здание и потерять связь с внешним миром. Общественные здания должны быть удобными и иметь взаимосвязь с внешней средой. Этого можно добиться, используя больше стекла. Современные архитекторы хотят видеть больше стекла. Хотят, чтобы здание было более светлым и привлекательным. Один из способов добиться этого – установить стены перегородки, огромные листы стекла, расположенные снаружи. Это может быть и крайне опасно. Мы спроектировали защитный занавес стены. Он станет частью конструкции нового здания в Оклахома-Сити. Стены перегородки предназначены для максимальной защиты. В случае взрыва перегородка поглотит его энергию, прогнется, но не разрушится. Во время теракта в Оклахома-Сити от осколков стекла пострадало больше людей, чем от самого взрыва. В новом здании все окна взрывоустойчивые. Они покрыты слоистым пластиком и прикреплены к рамам большими болтами, что предотвращает их разрушение. Когда мы проектировали здание, мы хотели, чтобы оно было красивым и удобным. И это помогло. Мы стараемся не выделять элементы конструкции, определяющие безопасность. Когда я начинала работать архитектором, не думала, что буду столько знать о взрывах и безопасности. В новое здание нельзя пройти по прямой. Эта мера должна замедлить продвижение террориста и дать охране время отреагировать на его появление. В фойе здания в глаза бросается несущая стена с декоративной отделкой. Стена облицована камнем и укреплена взрывоустойчивыми материалами. На пути к офисам установлено взрывоустойчивое стальное кольцо. Этот огромный металлический цилиндр защитит находящихся в офисах людей от взрыва. Он предназначен для защиты от взрывных устройств, которые террористы могут привести в действие, не доходя до охранников. Как видите, металл довольно толстый. Двухсантиметровый стальной лист. Его привозили по частям. Вы видите сварной шов. Конструкцию собирали на месте. Она имеет вид лабиринта. Чтобы преградить путь осколком стекла, пришлось создать своеобразную раковину. Мы попытались решить эту сложную задачу, создав красивую конструкцию, произведение искусства, скульптуру. Общественные издания в США обладают защитой от террористов, созданной с помощью новейших технологий. Это новое здание суда в Нью-Йорке невозможно разрушить. В конструкции использовано большое количество стекла, укрепленного защитным пластиком. Здание получилось легким. Здание прекрасно вписывается в нью-йоркский пейзаж. Но оно находится рядом с дорогой, и его могут попытаться взорвать с помощью начиненной взрывчаткой автомобиля. Его защищают стандартные бетонные заграждения. Обычное средство защиты многих правительственных зданий. Это заграждение останавливает не только машины. Оно останавливает людей, пытающихся пройти в здание. Перешагнуть их так же трудно, как и обойти. Это средство лишь затрудняет людям доступ в общественные здания. Вот простое решение. Заградительные столбы. Почти неразрушимые стальные столбы, закрепленные глубоко в земле. Предназначенные для остановки машин, а не людей. Но они действуют не во всех случаях. Автомобили должны подъезжать к правительственным зданиям и охраняемым объектам. А это угроза безопасности. В 1983 году в Бейруте 19-тонный грузовик прорвался на охраняемую территорию казармом американских морских пехотинцев. Погибло 241 военнослужащий. Это были самые тяжелые потери американцев в результате террористической атаки до 11 сентября. Подобное происшествие можно предотвратить вот так. Это система ГРАП. Кевларовая сеть, которую охрана может развернуть в случае угрозы нападения. ГРАП помог создать технологию, которую мы называем умным заграждением. Оно прочнее обычных заграждений. Оно не просто останавливает машину, но и сохраняет ее, защищает людей, которые находятся в машине. Это более эффективное изограждение. Врезавшаяся в сеть машина останавливается уже через 3 метра. Во время столкновения амортизаторы с обеих сторон гасят огромное количество энергии. Другой вариант заграждения резко останавливает автомобиль. Грузовик сталкивается с заграждением и разрушается. Эту систему можно использовать как в качестве постоянного, так и мобильного заграждения, устанавливая его там, где требуется. Если улучшенные заграждения решают часть проблемы, то работникам аэропортов еще предстоит решить сложную задачу. Существует вероятность, что кто-то попытается обойти систему безопасности. Сегодня люди, приехавшие в аэропорт, испытывают страх не только перед полетом. Большое количество пассажиров и багажа – серьезное основание для беспокойства. Если служба контроля не заметит террориста, это грозит бедой. Но забудьте о паспорте. В этом аэропорту проверяют ваши глаза. Снимите, пожалуйста, очки и посмотрите в это зеркало. Путешественники, часто бывающие в Международном аэропорту Ванкувера, могут оставить в его базе данных снимок радужной оболочки своих глаз. Сканирование завершено. Если ваши данные занесены в систему, очереди и длительные проверки вам не грозят. Посмотрите, пожалуйста, в зеркало. Спасибо. Новая технология идентификации пассажиров повышает уровень безопасности. Эта технология используется для допуска в учреждения с повышенными требованиями к безопасности. Пожалуйста, посмотрите в зеркало. Встаньте чуть левее. Идентификация завершена. Чтобы войти, вам нужно только одно удостоверение – ваши глаза. Это биометрическая идентификация. Пигментные клетки радужной оболочки у каждого человека неповторимы, как отпечатки пальцев, по которым 25 лет устанавливали личность человека. Пожалуйста, посмотрите в зеркало. Радужная оболочка заменяет ключ, открывающий дверь. Идентификация завершена. Население Земли составляет 6-7 миллиардов человек. У каждого из них уникальная радужная оболочка. Если вы зарегистрировались в базе данных компании, все остальное просто. Мы регистрируем человека, делаем снимки радужной оболочки его глаз, которые хранятся в нашей базе данных. Он может открыть дверь и войти в здание без ключа, без проверки и без пин-кода, используя в качестве ключа свои глаза. Идентификация завершена. Новый вид сканирования позволяет добраться до самой кожи и предотвращает террористическую угрозу с моря. Ради своей безопасности мы прибегаем к невероятным техническим ухищрениям. Во многих аэропортах людей проверяют обычными металлодетекторами. Рентген замечает больше, но из-за вредной для здоровья радиации его применение ограничивается багажом. Сегодня встречается не только металлическое оружие. Как обнаружить пистолет из пластика или керамический нож? Инженеры создали рентгеновский сканер, который за несколько секунд обнаруживает такое оружие. Используется низкий уровень радиации. Аппарат способен найти любое оружие и даже заглянуть под кожу. Это можно сравнить с рентгеновским зрением Супермена. Устройство просветит вашу одежду и обнаружит любой твердый предмет, спрятанный на вашем теле. Скрытые полости он не обследует. Мы видим предмет, похожий на пистолет, цепь на шее, кнопки на его джинсах, молнию и какой-то предмет в кармане. Возможно, мелочь или маленький нож. Оператор попросит этого человека показать содержимое кармана, чтобы взглянуть на этот предмет. А с другой стороны, мы видим нечто похожее на нож. Это керамический нож. Металлодетектор его не обнаружит. Безусловно, устройство работает. Но остаются проблемы деликатного свойства. Мы совершенствуем наш аппарат с тем, чтобы он показывал только опасные предметы. Детального изображения тела не будет. В случае необходимости подозреваемого осмотрит работник контроля. Конечно, пассажиры испытывают неудобства, зато уровень безопасности аэропортов существенно повысился. Перед погрузкой в самолет багаж сортируется и сканируется. Также проверяют и коммерческие грузы. Самолет кажется наиболее вероятной мишенью террористов. По мнению многих, корабли представляют собой почти такую же опасность. Морские перевозки грузов в контейнерах гораздо дешевле воздушных. Особенно, если речь идет о больших объемах. Хотя и существует соответствующая технология, просканировать каждый контейнер невозможно. Их слишком много. Такой контейнер вместит 30 тонн взрывчатки. Взрыв танкера с 10 тысячами тонн взрывчатки по силе будет равен взрыву тактического ядерного устройства, способного уничтожить город с населением в 150 тысяч человек. Во время взрыва большие стальные плиты весом в сотни килограммов превращаются в смертоносные осколки. Продолжаются поиски недорогих решений вопросов безопасности. Усиление сварных швов предотвращает разлетание осколков и уменьшает ущерб от взрыва. В изменяющемся мире мы делаем наши города безопаснее, начиная с грузовых контейнеров и кончая общественными зданиями. Инженеры ведут оборонительное строительство, создаются более прочные конструкции из стали и стекла. В мире, испытывающем дефицит безопасности, угроза терроризма раздвигает рубежи строительства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok